Около 2 миллионов тонн зерна планируют собрать в этом засушливом году. Чтобы полностью покрыть внутренние нужды региона, необходим 1 миллион 700 тысяч тонн. В профильном ведомстве уверяют, что этот показатель будет достигнут аграриями. Рассчитывают в том числе и на остатки урожая прошлого года. На сегодня омолочено 48% зерновых. В лидерах хозяйства на западе Оренбуржья. Это Абдулинский городской округ, Осикеевский, Бугрусланский, Грачевский, Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский, Пономаревский и Северные районы. Там средняя урожайность составляет 15 центнеров с гектара. На востоке области урожай слабый, ниже прогнозируемого дали и хозяйство в центральной зоне. Причина погода – 600 тысяч гектаров зерновых погибло из-за жары. Общий ущерб – порядка 3 миллиардов рублей. Денис Иванович Пасар, губернатор, обратился к представителю правительства Мишустину. Это по оказанию помощи пострадавшим территориям. Особо будет помощь оказана тем, кто страховал посевы. Мы надеемся на то, что в постановлении правительства РФ будут отсрочены кратковременные платежи по кратковременным кредитам и долги по лизингу. Это было бы, конечно, существенной поддержкой для сельхозтаропроизводителей. Первый вице-губернатор опасается, что засуха, которая стояла в ряде муниципалитетов, в 30-ти был введен режим ЧС, негативно отразится на состоянии посевов озимых культур. Через две недели должен начаться сев, однако влаги на порах не хватает. Август – горячее время для сельхозпроизводителей. В самом разгаре – заготовка кормов. На 74% заготовлено сено, более 50% – сеножа. Сергей Балыкин говорит, что с кормами в этом году тоже сложно. Идет инвентаризация прошлогодних запасов. Животноводческие хозяйства центральной и восточной зоны приобретают корма в северо-западных районах области. Ведь от качества и количества кормов зависит не только доход предприятий, но и вообще целостность всего поголовья.